Приветствую вас. Надо сказать, что страх смерти именно как таковой встречается реже, чем симптомы страха смерти. Когда человек условно говорит, что, ну что боится смерти. Связано это с тем, что страх умереть приходит вследствие определенных причин, не связанных с собой. То есть, например, страх смерти может прийти человеку в случае, если испытывается нервное напряжение, если имеет место быть негатив, если имеет место быть конфликт, если имеет место быть, например, агрессия, как входящая, так и исходящая, соответственно. Вот. То есть вариантов, вариантов того, значит, из-за чего может быть страх смерти очень много. И не факт, что вы, именно вы, боитесь ее именно, то есть этой самой смерти. Потому что сама по себе смерть, это то, что происходит с человеком абсолютно естественно, и это то, в общем-то, чего хоть, хоть бойся, да, хоть не бойся, а все равно произойдет. Вот. И то, что именно вы обращаете внимание на возможность умереть, говорить о том, что вы не слишком-то готовы жить, то есть вы не слишком хотите жить, вы не слишком-то активно живете, вы, возможно, подавляете свои желания, свои эмоции, свои чувства, свои, как бы так сказать, свои некие импульсы, может быть, которые, которые, которые у вас имеют место быть. Понимаете? Вот. Вот. То есть это, конечно, вот один из вариантов, один из, ну, возможных вариантов того, почему вы боитесь этой самой, собственно говоря, смерти. Что из себя представляет страх, да? Страх очень часто из себя представляет не что иное, как желание. То есть если вы, например, думаете об этом, если вы, например, задумываетесь об этом, если, например, у вас есть подобные мысли, то, может быть, в некоторой степени вы этого хотели. Хотели бы, хотели бы, хотели бы в той или иной степени как-то, например, умереть. Либо хотели бы освободиться. То есть вы чувствуете себя очень несвободным. И вот подобная корреляция, подобная корреляция, когда происходит соединение чувства несвободы и страха, значит, смерти, являются наиболее частыми, являются наиболее частыми. Поэтому здесь, конечно, нужно, 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 нужно обратить внимание на вот эти аспекты, потому что они очень важны. Вот. И, соответственно, уже опираясь на данные, опираясь на информацию, можно будет определить, что конкретно у вас, какая конкретно у вас ситуация и какие конкретно вы испытываете чувства и, соответственно, проблемы. Вот. Что я знаю наверняка, это то, что избавляться от страха смерти ни в коем случае не нужно. Избавляться от любого чувства не нужно. Вот что нужно делать с чувством, что очень желательно делать с чувством, так это раскрывать его, раскрывать это чувство. Понимаете? Сделать так, чтобы оно, это чувство, было бы вам, например, понятным, чтобы вы его, например, не боялись, чтобы вы могли использовать данное чувство себе во благо, например. Вот это то, что действительно важно, на мой взгляд, это то, на что действительно нужно обратить внимание. То есть, сама ваша постановка вопроса такая, что как-то не избавиться от страха, значит, смерти. Да, она вообще говорит о том, что вы в некоторой степени склонны свои чувства, свои эмоции подавлять. И если вы склонны их подавлять, то вот страх смерти и пытается в данном случае обратить ваше внимание на те вещи, которые важны. То есть, страх пытается обратить ваше внимание на то, что волнует, на то, что вас волнует. Как бы. Потому что сами вы на это внимание обратите, ну, сами вы на это внимание не обращаетесь. Вот. И я вас сейчас не пытаюсь обвинить в чем-то, я не пытаюсь сейчас обесценить то, что вы испытываете, то, что вы ощущаете. Вот. Я просто хочу показать вам, что ситуация, она несколько больше, она несколько шире, она несколько глобальная, чем просто страх смерти. Понимаете? Понимаете? Какая штука. И если вы, если вы постараетесь этот момент для себя принять, если вы готовы работать с, ну, условно говоря, с причинами, да, того, что вы чувствуете, исследовать то, что вы ощущаете, то, что с вами происходит. То, что это вот одна из всех главных ступеней. Чем больше у человека, как бы так сказать, тем больше у человека целей в жизни, тем меньше у него времени на страхи по поводу возможной, ну, по поводу возможной смерти и так далее. Вот. То есть это, это то, что, что, ну, одна из важных деталей, вот, на которые вам необходимо обратить свое внимание, свое пристальное внимание. Вот. Вот, в принципе, и все. Далее. Если вы сейчас боитесь, то совершенно очевидно, что в будущем ситуация может измениться. И в будущем вы, может быть, уже не будете так сильно бояться. То есть в будущем ситуация может измениться и стать, например, такой, что вы напротив будете думать о смерти, как о чем-то таком, что вам, ну, что вам бы хотелось. Чтобы это произошло. Вот. Или когда вы почувствуете свою готовность. Поэтому тут тоже такая история. В целом, любая работа со страхом предполагает именно беседу. Они предполагают того, что ответ будет даваться в одностороннем порядке, потому что все это, как бы, набор каких-то определенных теоретических умозаключений, вот. Которые, которые могут вам, к примеру, подойти, да, а могут, в общем-то, и не подойти. Вот. То есть, например, что смерть, это естественно. И что человек не может бояться смерти, потому что не способен понять, что это такое вообще. Вообще. Человек не способен понять, что такое смерть, потому что это что-то, что лежит за пределами человеческого понимания. Вот. Но, я не думаю, что вас особо удовлетворит, например, данное изречение, данная теоретическая конструкция, хотя бы потому что вы все равно этого боитесь. И вы боитесь не смерти, а боитесь боли, которая, как правило, да, по мнению людей идет, как бы, прочным шагом за смертью. То есть, если смерть, значит, обязательно боль. Если смерть, значит, обязательно что-то плохое. Вот. Вот тут, собственно, и хотелось бы спросить, а почему обязательно что-то плохое? Почему, если, если есть смерть, то это обязательно что-то вот негативное, да? То есть, вот, мне кажется, что это тоже такой момент, который надо бы преследовать. преследовать с тем, чтобы вы лучше, например, отдавали себе отчет в том, о чем говорите. Вот. То есть, подобные, подобные умозаключения ваши, к примеру, вот, они базируются на, ну, скажем, на бытовых представлениях о смерти. Вот. На бытовых представлениях о смерти. Но некоторые люди вообще, даже не люди, а целые народы, боялись смерти просто потому что не могли понять природу ее. Это не значит, что, допустим, сейчас, да, такого понимания нет. Вот. То есть, это совершенно не значит, что сейчас к смерти воспринимается также. Вот. Поэтому, я думаю, что здесь, именно в ваших представлениях кроется одна из ключевых ошибок, что вызывает, собственно, сам страх. Вот. Вот. Как вы видите, я надеюсь, как вы видите, работа с данным феноменом представляется такой достаточно многосторонний, разносторонний, вот, но совершенно не означает, что она будет длинной и совершенно не означает, что она будет большой. Потому что, вполне вероятно, что вы будете, ну, вполне вероятно, что вы будете восприимчивы к психотерапии, вполне вероятно, что вы будете восприимчивы к тому, чтобы принять, допустим, те вещи, которые вы сами для себя откроете. Откроете, вот, в процессе психотерапии, например, наличие чувств, ну, своих чувств, наличие, вот. И, тогда, соответственно, вам не, достаточно мало потребуется взаимодействия с психологом. Ну, вот, конечно, могут быть и трудности, конечно, могут быть и сложности, конечно, что-то вам, может быть, будет принять тяжело, тяжело, вот. Может быть, что-то вам будет принять даже невыгодно, потому что для этого, ну, если вы это примете, то придется, придется отказаться от каких-то своих предыдущих идей, вот. Ну, здесь уже все зависит исключительно только от вас и, условно говоря, от вашей доброй воли, скажем так, да, от вашего доброго намерения, намерения, то есть, намерения сделать свою жизнь, условно, более, ну, более легкой, да, или, соответственно, нет. Вот. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...